Президент Касымжмар Тукаев выступил с заявлением, выразив обеспокоенность ситуации на таджикско-крыгызской границе. Также президент высоко оценил намерения Душанбе и Бишкека прекратить вооруженный конфликт и начать переговоры. Сообщается, что Организация Объединенных Наций также с тревогой наблюдает за ситуацией на границе двух стран. По последним данным, в ходе конфликта погибли десятки человек, сотни ранены. Около 10 тысяч жителей эвакуированы в безопасное место. Более 90 человек получили ранения и около 10 погибли в результате столкновений в Висфаринском и Бабаджон-Гафуровском районах Сагдийской области Таджикистана, граничащей с Кыргызстаном. Однако правительство Таджикистана пока не обнародовало официальную информацию о жертвах. По данным Министерства здравоохранения Кыргызстана, в ходе конфликта 134 человека получили ранения и 13 человек погибло. Помимо этого, около 10 тысяч человек были эвакуированы в Баткенскую область. Столкновения на таджикско-киргизской границе начались 28 апреля и продолжались до ночи. По словам таджикских пограничников, комплекс оккупировали киргизы. Однако, по официальному заявлению Бишкека, причиной начала боевых действий стала установка таджикской стороной на водоразделе камер видеонаблюдения. По мнению некоторых наблюдателей, земельный спор может затянуться надолго, подорвав инициативы Казахстана по укреплению региональной интеграции. «Источником конфликта является неопределённость в вопросе региональных территорий. Если в ближайшее время не будут найдены механизмы, такие конфликты будут повторяться в будущем. Подобные конфликты мешают интеграции. В то же время это позволяет внешним силам обострять напряжённость в регионе». В четверг вечером министры иностранных дел двух стран провели переговоры, на которых подчеркнули необходимость дипломатического решения конфликта. Министр иностранных дел Таджикистана Сираджиддин Мухриддин отметил, что их страна не отдаст свою законную землю. Затем глава Комитета государственной безопасности Таджикистана Саймумин Ятимов и представитель Баткенской области Кыргызстана встретились в Исфаре и подписали совместное заявление о прекращении конфликта. Хотя ситуация на границе стабилизировалась, напряжённость не утихла. Вернулась и военная техника, и солдаты. Однако некоторые СМИ сообщили, что периодически стрельба продолжается.